Привет, подруги и друзья! Как у вас дела? У меня отлично. Сегодня немного другой формат. Я не писал сценарий для этого видео, а просто сделал себе вот такой небольшой план с тезисами того, про что надо поговорить. И если это видео получится, вы его увидите. А если не получится, то вы даже не узнаете про его существование. И поговорить мне хочется про всю историю Нелли Армани. Как она в 2019 году появилась, как она взлетела и как она упала. В этом ролике практически не будет никаких скринов. Я буду вам рассказывать то, как я все помню. А дело в том, что недавно я посмотрел подкаст Митрошина Армани, и они там рассказывали историю знакомства, создания второй инстологии. Совсем не так, как это происходило на самом деле. Видимо, они думают, что никто за этим не наблюдал или уже все забыли, но я не забыл. Поэтому поставьте лайк этому видео, так как формат экспериментальный, и этому точно надо помочь. Напишите в комментариях, про кого еще можно снять такое разговорное видео с воспоминаниями. А также мне интересно узнать, как вы помните всю эту историю. Итак, кто такая Нелли Армани? Сейчас она заявляет, что она является продюсером запуска курса инстология у Александры Митрошиной. Мой канал возник в 2019 году. Тогда я начал снимать про разных блогеров, нашел Марго Савчук, Даню Матухно, и начал про это все рассказывать. И в то время действительно именно зарождалась такая тенденция продажи инфопродуктов через сториз. При этом тогда продавали сначала в основном недорогие чек-листы. Но постепенно наши любимые блогеры стали переходить к продаже более дорогих курсов, там за 30 тысяч рублей, за 70 тысяч. И Даня Матухно с Марго Савчук продали курс заработок на маркетинге. Он был дорогой, продавали его на подростков. Заработали миллионов тогда 20, если не 40. И все блогеры захотели так же. Но далеко не все знали, как это делать. И вот тогда в этой блогерской тусовочке стали появляться необычные люди. Кто-то называл себя маркетологом, кто-то называл себя продюсером. На самом деле это были, вот если по меркам рынка всего рекламного, это сммщики очень такого низкого уровня. Но в блогерской тусовочке, где никто особо не умел продавать, такой сммщик мог назначить себя главным специалистом по продажам. И вот Нелли Армани появляется из ниоткуда и всячески пытается проникнуть в эту тусовку. При этом в подкасте она рассказывала, что в ее родном городе у нее было маркетинговое агентство. Там было около сотни клиентов, у нее был штат, управляющая. И видимо какие-то хорошие обороты. Но когда Армани переехала в Москву и пыталась подружиться с блогерами, вдруг это агентство перестало существовать. Я же думаю, что никакого агентства не было. Также Армани всегда рассказывает, что она училась в Германии маркетингу. Мне кажется, что это были какие-то онлайн курсы. Я не знаю, ездила она в Германию или нет, но жила она точно у себя дома, училась онлайн. И может быть однажды съездила, подала документы на эту самую магистратуру. И вот Нелли Армани, это сммщик среднего уровня. Она увидела, что сейчас зарождается целая ниша продажи блогерских курсов через сториз. И она очень захотела проникнуть к этим самым блогерам. Как же она проникала? У меня даже есть письмо от Нелли Армани. Я сейчас его прочитаю. Это август 2019 года. У меня тогда канал уже активно рос. Блогеры курсы пытались продавать, а Армани хотела попасть в их тусовочку. Добрый день, меня зовут Нелли. Я блогер и у меня агентство креативного продакшена. Это так представилось Нелли Армани в письме, которое она отправила на мою почту. То есть смотрите, агентство креативного продакшена. На то у нее было какое-то СММ агентство, где было 100 клиентов, потом почему-то все закрылось. Уже какое-то агентство креативного продакшена. То есть на самом деле у человека нет ничего, но она просто очень хорошо умеет придумывать. И дальше Армани пишет. По совместительству я инсайдер блогерской тусовки, которая под вашим пристальным вниманием. Инсайдер блогерской тусовки. То есть человек, который проник в эту тусовку и узнает какие-то секреты. И видимо хочет их там всех разоблачить. Мне такое очень нравится, потому что многие сначала заявляют, что они там кого-то разоблачают. А потом кто-то становится продюсером запусков метрошины. Кто-то начинает продавать марафон личность блогера. Вот такие вот они там все разоблачители. И какой смысл этого письма? Армани пишет. Я запускаю свой подкаст «Еженедельный пророк», в котором будут обсуждаться злободневные темы реалий Нельзя грамма и не только. Хочу пригласить вас в качестве гостя и могу гарантировать увлекательную беседу и последующий охват. Возможно ли с вами связаться и, конечно, находитесь ли вы в Москве? Я тогда и ответил, что я не в Москве и у нас подкаст почему-то не получился, хотя я думаю, что мы могли по зуму пообщаться. Ну да ладно. А самое главное, что подкаст должен был называться «Еженедельный пророк», а я к тому моменту Гарри Поттера еще не посмотрел. И я думал, ну, наверное, девушка какая-то религиозная. При этом я погуглил этот подкаст, его не существовало. И вот получается, что Нелли Армани для того, чтобы попасть в тусовку блогеров, она была готова к любым действиям. Записать подкаст со мной. Затем Нелли Армани подружилась с Хелли Фокси. Хелли Фокси, у нее тоже был какой-то продюсерский центр или какое-то мини-блогерское агентство. То есть, когда вот этот рынок блогерских курсов создавался, Хелли Фокси тоже там что-то пыталась указывать, какие-то услуги. Но Хелли Фокси уже была в тусовке, и поэтому Нелли Армани вычислила, в какой клуб, кажется, по стретчингу ходит Хелли Фокси. Пошла в тот же самый клуб, в то же самое время занималась растяжкой. И где-то там в перерыве или после, в раздевалке, видимо, Нелли Армани познакомилась якобы случайно с Хелли Фокси. И они тогда якобы стали подружками. При этом у Хелли Фокси тогда была интересная идея, которую я не сразу понял. Она всегда продвигала продажи через хайп. Это сейчас мы уже понимаем, что во время прогрева, когда вам продают курс, у блогеров внезапно происходят какие-то неожиданные ситуации, которые привлекают внимание, повышают охваты. И сейчас мы понимаем, что вот эти вот чрезвычайные ситуации блогеров абсолютно придуманы и созданы искусственно. Но тогда я этого не понимал, многие блогеры этого не понимали, и Хелли Фокси этому обучала. А также Нелли Армани стала покупать рекламу у не очень крупных блогеров. Я помню, вот есть такие 18+, блогеры Эндрю и Элис. Кажется, Алиса Макарова и Андрей Пятаков. И у них был общий аккаунт раскрученный, а вот у Андрея личный аккаунт был не очень раскрученный. И Нелли Армани там купила рекламу. То есть это было как бы уже у блогера из тусовки, но, наверное, недорого. И вот так вот постепенно, используя разные возможности, Нелли Армани влилась в блогерскую тусовку. Она ходила на разные мероприятия, пыталась со многими блогерами знакомиться. Я видел в сторис, как Нелли Армани и Екати за одним столом в ресторане сидели что-то обсуждали. Также Нелли Армани стала общаться с Марго Савчук. И даже на одном из запусков курса Инстабосс Нелли Армани посоветовала Савчук использовать тот самый метод открытой воронки. Это когда ты сначала манипулируешь аудиторией в сторис, а потом рассказываешь, как ты манипулировал и для чего ты манипулировал. И аудитория обычно после этого приходит в восторг, потому что, ух ты, ты пытался нас обмануть, но честно рассказал, как ты это сделал и для чего. Хоть я слышал, что методом открытой воронки уже давно до них всех продавала Лиля Нилова. Но вот в этой конкретной тусовочке блогеров открытую воронку никто не знал, и поэтому Нелли Армани была первая, кто ее рассказала и использовала. И в тот момент у Нелли Армани был какой-то продюсерский центр «Гипноз». То есть, вот смотрите, получается, агентство креативного продакшена, продюсерский центр «Гипноз», какое-то SMM-агентство со 100 клиентами. Забавно это вот все мне слушать, потому что на самом деле ничего этого не было. Я поверю, что была одна Нелли Армани, может быть, со временем у нее появился какой-нибудь ассистент, которого она называла управляющей своего продюсерского центра. Не более. И вот после этого запуска у Марго Савчук курса «Инстабосс» с открытой воронкой, на Нелли Армани обратила внимание Митрошина. В тот момент Митрошина продавала только свои вебинары, и еще у нее было несколько небольших курсов. Например, визуал на повал, и еще был какой-то совместный курс по фитнесу. И Митрошина увидела большие продажи у Марго Савчук и захотела точно так же. И после этого рядом с Митрошиной в ее компании появилась Нелли Армани. Сначала они продавали курс «Визуал на повал» метрошинский методом открытой воронки. Точно так же Митрошина манипулировала в сторис, а затем объясняла, как и для чего она манипулировала. Всем этот прогрев очень понравился. Визуал на повал тогда купило очень много человек. И вот на этом успехе была уже представлена окончательно Нелли Армани, как суперпродюсер запусков. И продали еще ее вот этот вот воркбук по маркетингу. Мол, вот там вы всему такому же научитесь. И открытой воронки, и манипуляциям, и так далее. Я этот воркбук смотрел. Это было описание обычной воронки, которую знает любой маркетолог. Да и в принципе человек, который интересуется продажами. И еще там было немного идей Хелли Фокси о том, что во время прогрева нужно хайповать. При этом к Нелли Армани тогда пришло очень много аудитории. Они все на нее смотрели, молились, научи нас продавать. И она тогда еще сделала проект ОКО. ОКО это какой-то закрытый клуб по подписке. Он стоил 1000 рублей в месяц. И ОКО назвали городом, в котором у людей будут трансформироваться их способности. Это нужно и для блогеров, и для фрилансеров, и для экспертов. Мол, такой продукт, который всем поможет. Идея как бы хорошая. Но в итоге ОКО скатилось к тому, что это было несколько телеграм-чатиков. Что, мол, если вы ищете какого-то специалиста, пишите свой запрос в этот чатик. И может быть специалист откликнется. То есть такая биржа фриланса, сделанная на коленке в телеграм-чатиках. Также там обещали много разного обучения. Но Нелли Армани, она славится тем, что может быть она и хорошо продает. Но продукты она создавать вообще не может. То есть она продала ОКО, а там внутри ничего не было. Но тогда Хелли Фокси помогла Армани. У Хелли Фокси было свое агентство Омайгад и обучающий проект с курсами и вебинарами, который назывался Омайгад Библиотека. И Хелли Фокси заявила, что она продает свою библиотеку вебинаров и курсов Нелли Армани. И эти курсы вошли в проект ОКО. При этом Хелли Фокси тогда еще так весело заявила, что, мол, вот однажды Мьюзикли был выкуплен ТикТоком и ТикТок стал таким крутым. Поэтому ОКО теперь выкупает ее проект Библиотека для того, чтобы перейти на следующий уровень. Тогда, конечно, люди немножко успокоились. Я помню, какое было негодование у купивших ОКО, что они заплатили деньги, идет подписка, а им вообще ничего не дают. Пустой проект. Тогда им загрузили вот эти вот старые уже вебинары от Хелли Фокси из ее Омайгад Библиотека. И хоть как-то люди успокоились. Нелли Армани тогда на хайпе ездила по Москве выбирать офис для своего ОКО. Она говорила, что это будут там сидеть разработчики, маркетологи, методологи. Это будет целое приложение. Но на этом все и закончилось. Я даже не знаю, где сейчас проект ОКО. Он вообще работает, его закрыли или он постепенно угасает. Ну вот его тогда на хайпе красиво продали и ничего не делали для его наполнения. Но давайте вернемся к Митрошиной. То есть Митрошина взяла к себе Нелли Армани для того, чтобы сделать большой курс по Нельзяграмму, как есть у Марго Савчук. Перед этим Митрошина протестировала Нелли Армани на продаже своего нового потока визуалом оповал. И поняла, что продажи Армани делать может. И тогда нам заявили, что создается новый курс по Нельзяграмму Инсталогия 2.0. Сам по себе Инсталогия первое, это был сайт. Его сделала Митрошина и Саша Кетова. И на том сайте были какие-то вебинары о том, как снимать сторис, о том, как рассказывать истории. То есть это было что-то такое очень простое. Сайт с вебинарами, на который, наверное, иногда давали ссылочку, напоминали, что там что-то можно купить. Потом Митрошина и Кетова поругались. В принципе, говорят, что Кетова была очень ленивая и не хотела вообще ничего делать. И Митрошина избавилась от такого партнера, но и проект Инсталогия как бы закрылся. У Митрошины тогда остался только крупный чат под названием Инсталогия с отзывами на рекламу у блогеров. А товарный знак Инсталогия был зарегистрирован на ИП Саши Кетовой. Но потом Кетова закрыла свое ИП и товарный знак Инсталогия стал абсолютно свободен. Поэтому Митрошина зарегистрировала этот товарный знак уже на свое ИП и было объявлено о запуске курса Инсталогия 2.0. При этом я помню, там была какая-то странная продажа. То есть как будто сначала открыли продажи, можно было вносить только авансы, а сам курс стартует месяца через 4, а основные продажи пройдут месяца через 3. Но вот по этим вот авансам, по предзаписям уже было заявлено, что этот курс, возможно, принесет где-то 100 миллионов. И тогда весь рынок был опять же в восторге. Тогда Нелли Армани придумала сделать фильм про Митрошину, но я в сотый раз напоминаю вам про книгу «Запуск» Джеффа Уокера. И он там всегда говорит, что любой курс нужно продавать через 3 продающих видео. Их должно быть 3. И по некой счастливой случайности, фильм про Митрошину тоже состоял из 3 частей. То есть формально это никакой не фильм, а те самые продающие 3 видео по Джеффу Уокеру из книги «Запуск». То есть нового тут пока ничего не придумали. Вот тогда арендовали зал кинотеатра «Октябрь», показали этот фильм для своих там блогеров, может быть каких-то подписчиков пригласили. То есть максимум создавали шум из ничего. При этом от Нелли Армани тогда многие ждали курса по продюсированию, потому что что-то новое, что-то очень денежное, как будто бы только Нелли этими знаниями обладает, Нелли научи. И Армани даже заявила, что где-то летом она запустит свой курс по продюсированию и заработает на нем 40 миллионов. Тогда эти цифры были крайне большими. Но через некоторое время Армани вышла в сторис грустненькая и сказала, что ей Саша запретила продавать свои курсы, пока они не продадут инстологию. А продажи инстологии, я как говорил, они были как-то растянуты во времени, и основные продажи шли где-то в конце лета. И вот чтобы до конца лета Армани занималась только инстологией, никаких своих курсов по продюсированию. И что произошло в это время, я думаю, вы помните. Тогда Нелли Армани с какого-то перепугу, ну из-за ошибки своей, поделилась профилем Марии Афониной. Что мол, вот смотрите, это тоже продюсер, делает интересные разборы запусков. И люди, которые ждали курс по продюсированию от Нелли Армани, но Митрошина запретила ей выпускать такой курс в ближайшие несколько месяцев. Эти все люди ломанулись к Марии Афониной, и она им быстренько продала свой курс по продюсированию. Тогда где-то на 123 миллиона, и вот эта вот заработанная сумма Афониной в итоге показалась больше заработанной суммы на второй инстологии. То есть получается, что тогда Нелли Армани полностью отдала всю лояльную аудиторию в крайне денежной нише, просто отдала ее Марии Афониной. Это просто к слову, когда начинают говорить, что Афонина какой-то уникальный продюсер, или, например, что только она знает, к чему движется рынок. Нет, Афонина это такой же обычный СММщик-маркетолог, который просто случайно очень сильно как бы бустанула, подтолкнула Нелли Армани. Но Афонина просто не растерялась. Кто-то мог растеряться, а она сразу же всем продала курс по продюсированию. Вот в этом ее плюс. И потом, когда уже прошли продажи инстологии 2.0, провели какое-то секретное мероприятие, на котором открыли сумму продаж. И мне кажется, что это было где-то 111 миллионов. На инстологии 2.0 заработала Митрошина и Армани. А до этого Афонина рассказала, что заработала 123 миллиона. Но на том же секретном мероприятии Нелли Армани заявила, что она создает апостолы инфобизнеса. Это некая организация, куда войдет Митрошина, Нелли Армани, Петр Осипов из бизнес-молодости. И, мол, эти люди как-то будут следить за рынком онлайн-образования, будут ему, я не знаю, помогать. Но тогда дальше объявление, что апостолы созданы, ничего не прошло. Опять же, Нелли Армани, она может что-то продать, но она не может создать никакого продукта. Я думаю, что вы помните, что потом Дашкиев, основатель бизнес-молодости, тоже создал организацию под названием Петсовет. Куда также вошли лидеры рынка онлайн-образования, туда вошел Дмитрий Портнягин-трансформатор, Гусейн Гасанов. И вот эти вот люди как-то тоже должны были поднимать уровень онлайн-образования в стране. И когда инсталогия 2.0 была, наконец, уже продана, Митрошина разрешила Нелли Армани выпустить свой курс по продюсированию. Я не помню, как он назывался. Мне кажется, АПБ могу путать. И этот курс был очень скандальный. Этот курс купила человек 500, когда каждый тариф стоил 1050-1070, точно не дешевле. И где-то 200 человек потребовали им вернуть деньги, потому что курс был рассчитан на 2 месяца. Но уже прошло 4 месяца курса, и там не было выложено даже половины уроков. То есть, опять же, Нелли Армани хорошо продала и никак не смогла сделать продукт. А затем мы и вовсе узнали, что парень Нелли Армани, Лука или Лука, кто его как называет, тоже назвал себя продюсером и брал у людей в пакетах наличку по 500 тысяч рублей за обучение продюсированию. И тоже набрал так много у людей пакетов и ничего не делал. И тогда люди пошли в полицию, написали заявление о мошенничестве, журналисты об этом рассказали. И понятно, что Лука никто без Нелли Армани, а Нелли Армани никто и без Митрошина. И поэтому про них, вот по эту связку веселых людей рассказали в репортаже. Нелли Армани тогда заявляла, что это какой-то заказ против нее. А я все думаю, какой же это заказ, когда, ну формально, твой парень мошенник. Оказывается, заказ. До этого также был скандал, что этот Лука не платил фрилансерам, которые на них работали. Причем фрилансер была девушка. Тогда же мы еще думали, что Митрошина она феминистка за права женщин. Но здесь твои подданные не платят именно женщинам. Ну вот если уже такими категориями рассуждать. Митрошиной было все равно. И после этого было еще несколько инстологий. Мне кажется, что вот недавно прошли продажи последней шестой инстологии. И Митрошина закрывает этот проект и перестает работать с Нелли Армани. Казалось бы, если это такой крутой продюсер, работай с ним дальше. Но если в 20-м году на рынке, где никто ничего не знал, Нелли, обычный СММщик, была какой-то очень оригинальной и интересной, то оказалось, что в 23-м году Нелли Армани не может рынку уже дать ничего. Никого уже не удивишь открытой воронкой, которую ты скопировала у Лили Ниловой. Никого не удивишь большим курсом по Нельзяграмму. И тут я могу сказать, что Нелли Армани молодец только в том, что она оказалась в нужное время в нужном месте. Она смогла впрыгнуть в рынок, который потом рос просто в геометрической прогрессии. И вот на этом росте всего рынка она оказалась каким-то экспертом. А сейчас вдруг оказалось, что вот этому эксперту и лидеру рынка просто нечего данному рынку дать. То же самое и про Мария Афонину, которая оказалась в нужное время в нужном месте. Продала свои курсы по продюсированию более чем на миллиард. А сейчас и Афонина тоже не знает, что дать этому рынку. Я когда совсем недавно пообщался с человеком, мне дали такую очень конструктивную критику. И там была одна фраза, что мои ролики похожи на пирожок без начинки. Что в видео нужно добавлять каких-то более разных фишек, героев, какие-то новые идеи. И я за такую критику поблагодарил. Я могу резюмировать, что вот как я пирожок без начинки, так и, к сожалению, Нелли Армани оказалась точно таким же пустым пирожком. В общем, расскажите, что вы думаете об этой истории в комментариях. Подписывайтесь на канал. Посмотрите также вот эти видео. Всем пока.